Привет, что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Кранцева Олеся. В этом выпуске я расскажу вам о книге Халет Хусейне «Бегущий за ветром». Халет Хусейне – современный американский писатель афганского происхождения. Писать Хусейне начал еще во время работы врачом. Его книга «Бегущая за ветром» стала резонансной. Она более двух лет являлась лидером продаж в газете «Нью-Йорк Таймс». И сегодня эта книга популярно считается и сенсенсионной во всем книжном мире. Своих романок Хусейн рассказывает не только о политической ситуации в родной стране, но и о переживаниях героев. Проникновенная, пробирающая до сути нутра история о дружбе и вере, о предательстве и искуплении. Нежный, ироничный и по-хорошему сентиментальный роман Халет Хусейне напоминает живописное полотно, которое можно разглядывать безгранично. Тем, кто я есть, я стал зимой 1975 года в морозный пасмурный день. Эта минута навсегда врезалась мне в память. Пригнувшись, я хоронюсь за саманной стеной у замерзшего ручья и укратко наблюдаю за тем, что совершается в переулке. Все это происходило давно, но не верьте расхожим присказкам, что, мол, было и бульем поросло. Прошлое впивается в тебя словно когтями, не оторвешь. Оглядываясь сейчас назад, я четко понимаю. Вот уже 26 лет к ряду я тайком наблюдаю за тем, что творится в переулке, и нет этому конца. Этим летом мне позвонил из Пакистана мой друг Рахим Хан и попросил приехать. Я стоял в кухне, прижав к уху телефонную трубку, и осознавал, это непростой звонок. Меня настигло прошлое, мои грехи. Закончив разговор, я вышел прогуляться. Путь мой пролегал вдоль озера Сприкелес, у северной границы парка Золотые ворота. Едва перевалило заполдень, солнечные лучи сверкали на поверхности озера, по воде пробегала легкая рябь. Свежий ветерок раздувал паруса, игрушечных корабликов. В небе плыла пара красных воздушных змеев, их длинные голубые хвосты полоскались в воздухе. Люди, деревья, ветряные мельницы и прочая мелочь остались далеко внизу, и змеи величественно созерцали Сан-Франциско, город, который стал мне домом. И тут я услышал слова Хасана. Для тебя хоть тысячу раз подряд. Голос мальчика заячьей губой, который обожал запускать воздушные змеи и всегда первым прибегал к месту их приземления, отчетливо прозвучало у меня в голове. Я присел на лавку под Ивой, стараясь переварить слова, которыми Рахим Хан закончил разговор. Тебе выпала возможность снова встать на стезю добродетели. Глядя на воздушных змеев, я думал о Хасане, думал об Али, вспоминал Кабул, вспоминал, как я жил, пока не настала зима 1975 года. Эта зима изменила все и сделала меня таким, какой я есть. В детстве мы с Хасаном частенько залезали на какой-нибудь из тополей, росших во дворе у дома моего отца, и пускали солнечные зайчики в окна соседям. С карманами, набитыми сушеновыми тутовыми ягодами и грецкими орехами, мы забирались высоко, садились каждый на свою ветку, свешивали ноги и по очереди ловили лучи осколком зеркала. Весело хихикой мы набивали рты ягодами, кидались ими друг в друга. Так и вижу Хасана на дереве. Солнечные лучи играют в листве, трепещут на его круглом лице, словно вырезанном из дерева. Плоский широкий нос, раскосые глаза, формы напоминающие бамбуковые листья. Вижу его маленькие приплюснутые уши и выпирающую косточку на подбородке, словно у китайца кукольника соскользнул резец. А может быть, мастер просто устал и допустил небрежность. Иногда, сидя на дереве, я подговаривал Хасана пульнуть из розетки орехом в соседскую одноглазую немецкую овчарку. Хасан поначалу не соглашался, но если я просил, по-настоящему просил. Он не мог мне отказать. Он всегда выполнял любую мою просьбу, а с рогаткой был неразлучен. Случалось Али, отец Хасана, ловил нас на шалость и выходил из себя. Али грозил нам пальцем и велел немедленно слезать. На земле он отбирал на зеркальце и повторял слова своей матери. Дьявол насылает в зеркала отблески, дабы отвлекать мусульман от молитвы. И смеется при этом. Неизменно говорил он, сукоризно глядя на сына. «Да, отец», – бормотал в ответ Хасан, потупившись, – «но он ни разу меня не выдал, ни разу не сказал, что это я всегда был зачинщиком всякой проказы и что страдания соседской собаки на моей совести». Тополя росли вдоль вымощенного красным кирпичом проезда к нашему дому. Ворота из кованых железных прутьев открывались внутрь, во двор. Если смотреть с улицы, дом стоял по левую сторону, а в самом дальнем конце участка располагался задний двор. Все соглашались, что особняк моего отца, моего бабы, был самым красивым в Азире Акбархане, новом богатом районе на севере Кабула, а может и во всем Кабуле. Обсаженный розами широкий проход ввел к просторному дому с мраморными полами и широкими окнами». Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Необыкновенная книга. Каждую страницу листала, холодеет ожидания. Что еще там? Очень правильно и по-настоящему описано метание Амира, все его мысли, реакции на поступки, его проступки и решения. Хорошим языком написано. Неизбитый сюжет, открытый финал. Легко и без занудства даны необходимые отступления от основного сюжета. Исторические сноски обогатили мое знание истории Афганистана. Даже главу от автора про книгу прочитала, что обычно пропуская, не хотелось расставаться с автором и его героем. Замечательный роман. Выросшая в Таджикистане, знает традиции Востока, взглянула на Афганистан совсем по-другому. На войну и Шурави тоже. Вспомнилась детство, босоногое, жаркое и теплое. Прочитан на одном дыхании, очень тонко затрагивает наши человеческие пороки. У кого их нет? Теплота отношений двух молочных братьев Хасана и Амира. Какие же они разные, близкие и тут же далекие. Живут бок о бок, но стоят на разных ступенях пирамиды общества. От их веселого детства веет тепло, радостью, любовью. Дополняя друг друга, они единое целое. Но все меняет ветер. Он разделяет их, рвет все созданное. Вместе с ветром дети взрослеют и отдаляются дальше. Только их сердца всегда будут рядом. Читая книгу, ты испытываешь контрастный душ. Любовь и ненависть, огонь и лед. Жизнь сложная. Жизнь двух парней заставляет задуматься о своей жизни. Книга достойна похвалы. Читается легко, но читайте ее медленно. Иначе снесет ветром и уйдете в себя. Наверху располагались моя ванная, комната Бабы и его пропахший табаком и корицей кабинет или курительная. Здесь хозяины гости отдыхали в кожаных креслах после обеда, поданного Али, курили и беседовали. Обыкновенно тем для разговоров было три. Политика, бизнес, футбол. Мне всегда очень хотелось присоединиться к ним, но Баба не разрешал. «Уходи немедленно», — говорил он мне, стоя на пороге. «Здесь взрослые беседуют. Иди, почитай книжку». И он захлопал дверь. А я, гадаясь, смогу ли хоть когда-нибудь разделить компанию со взрослыми, опускался на пол, поджимал колени к подбородку и сидел так часа или два, послушивая. До меня долетали громкие возгласы и взрывы смеха. В гостиной на первом этаже вдоль плавной сгибающейся стены выстроились шкафчики, выполненные по индивидуальному заказу. За стеклянными дверцами скрывались семейные снимки, и среди них зернистые фото моего деда и короля Мухаммеда Надиршаха, снятые в 1931 году, за два года до покушения. Дед и король стоят над убитым оленем, оба в ботинках до колен, ружья закинуты за плечом. Имелась и свадебная фотография моих родителей. Бравый Баба в черном костюме и мама, вся в белом, словно юная принцесса. Изгиб стены тянулся до самой столовой, посередине которой стоял стол красного дерева. За этот стол свободно могли сесть 30 гостей, что, кстати, происходило чуть ли не каждую неделю. Благо, отец мой любил пиры. Панораму зала замыкал огромный мраморный камин. Зимой в нем всегда пылал огонь. Большая стеклянная сдвижная дверь вела на полукруглую веранду. Окна веранды выходили на задний двор и на вишневый сад. У восточной стены Баба и Али разбили небольшой огород. Помидоры, мята, перец и высаженный в ряд кукуруза, которая почему-то никогда, как следует, не возревала. Мы с Хасаном прозвали это место Стена Чахлой Кукурузы. В южной части сада, в тени Локовы, стоял дом слуг, скромная глинобитная хижина, где жили Али и Хасан. Здесь, в этой лачуге, зимой 1964 года, ровно через 12 месяцев после того, как моя мама умерла, когда рожала меня, Хасан и появился на свет. За все 18 лет, прожитой в доме отца, я считанные разы бывала у Алии Хасана. Когда солнце пряталось за холмы и игром на сегодня наступал конец, Хасан и я расставались. Я шагал между розами к особняку отца, а Хасан скрывался в саманном домике, где родился и прожил всю свою жизнь. В слабом свете двух керосиновых ламп жилище поражало скудостью обстановки, в чрезвычайном порядке и чистотой. Два тюфика у противоположных стен, между ними старенький гератский ковер с обтрепанными краями, трехногая табуретка в углу стола, за которыми Хасан рисовал. Почти голые стены, только один коврик с вышитыми бисерами словами «Аллах Акбар». Баба купил его для Али в одну из своих поездок в Мешхет. Здесь, в этой лачуге Санаубар, мать Хасан родила его холодным зимним днем. Моя мать истекла крови при родах, а Хасан потерял свою мать через неделю после того, как появился на свет. Тяжкой доле досталась в Удел Санаубар. Хуже смерти, как сказала бы большинство афганцев. Она сбежала с труппой бродячих певцов и танцоров. Хасан никогда не упоминал о своей матери, будто ее и не было вовсе на свете. Думал ли он о ней, хотел ли, чтобы она вернулась, тосковал ли, как я тоскала по своей маме, которую никогда не видел. Мне говорили, что никто особенно не удивился, когда Санаубар сбежала. Люди изумлялись другому. Как это Али, человек, наизусть знающий Коран, мог жениться на Санаубар, женщине моложе его на 19 лет, красивой, но развратной и бессовестной, чья дурная репутация была вполне заслуженной. Правда, они с Али были шииты и хазарейцы. К тому же она доводилась ему двоюродной сестрой. Вроде бы выбор правильный, только больше ничего общего между ними не было. Прекрасные зеленые глаза и веселые личика Санаубара многих мужчин ввели во грех. По крайней мере, так говорили. А у Али был врожденный паралич мимических мускул. Он не мог улыбаться, и его неподвижное лицо было словно высечено из камня. Только глаза смеялись или грустили. Говорят, глаза – зеркало души. Что правда, то правда, если речь идет об Али. Своей походкой одним движением бедер Санаубару пробуждал в мужчинах нечестивой мыслей. Али же преподал на правую ногу скрученную и высушенную полиомиелитом. Мне было лет восемь. Шагая вслед за Али, я старался подражать его шаткой походке. Изуродованная правая нога совсем его не слушалась. Просто чудо, что он ни разу не упал. Я и то чуть не свалился при дорожную канаву и захихикал при этом. Али обернулся, посмотрел на меня и ничего не сказал. Ни тогда, ни потом. Шел себе и шел. Маленькие соседские дети боялись Али из-за его лица и походки. А вот с детьми постарше была просто беда. Когда он выходил, они увязывались за ним и дразнили, как могли. Некоторые называли его Бабалу в страшилище. Эй, Бабалу, кого ты сегодня слопал? Кого ты сожрал, плосконосый Бабалу? У Али были характерные черты для хазарейцев. Вот его и прозвали плосконосый. Они потомки монголов и смахивают на китайцев. Это все, что я знал тогда о хазарейцах. Школьные учебники упоминали о них походя и только в прошедшем времени. Но как-то в кабинете Бабы мне в руки попалась старая матушкина книга. Я сдул с нее пыль, взял с собой, чтобы прочитать на сон грядущий, раскрыл и был потрясен, обнаружив, что народу Хасана хазарейцам посвящена целая глава. Оказалось, мы Пуштуну исторически преследовали ее к нитали хазарейцев. Вот те и подняли в XIX веке бунт, который был подавлен с неслыханной жестокостью. История романа разворачивается в довоенном кавуле 1970-х годов. В этом волшебном городе, перекликающийся золотым и лазурным цветом, проживают два мальчика погодки, Амин и Хасан. Один принадлежал к местной аристократии, а другой к презирающему меньшинству. У одного отец был важен и красив, у другого жалок и хромой. Господин и слуга, нищий принц, красавец и хромой. Но не было на свете людей ближе, чем эти два мальчика. Вскоре кабульская идиллия сменится грозными бурями, и мальчиков, словно двух бумажных змеев, подхватит эта буря и разметает в разные стороны. У каждого своя судьба, своя трагедия. Но, как и в детстве, они связаны крепкими узами. Найти книгу можно в центре чтения в нашей библиотеке. А вы читали книгу Халида Хасейны? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok